Ну, добрый вечер. Я диспетчер. Сколько там на будильнику? О, девятнадцать, ого. Кто не с нами, то и против нас. Вот так. А на сегодня что? Часть девятнадцатая. Педали дали? И вот то погнали. Часть девятнадцатая. Подбросив в костерок еще немного сухой травы из заготовленного запаса топлива, Эйла подождала, пока она схватится вся огнем. И после положила сверху более крупные ветки и сучья. Убедившись, что костер хорошо горит, Эйла поднялась на ноги и посмотрела на Нези, которая уже разгребала грязь и пепел в центральном кухонном очаге, чтобы перенести туда эти горящие ветки. Кроме того, она приоткрыла заслонку дымохода, чтобы поток свежего воздуха раздул пламя. Все условия. И вскоре обугленные кости вновь загорелись. Внимание людей было сосредоточено на этом процессе и только на этом. Но когда в очаге весело затрещал огонь, они вдруг поняли, как же быстро все это произошло. Это было похоже на настоящее чудо. Чудеса чудесные. Как же Эйла умудрилась так быстро сотворить в огонь? Талут потряс своим говорящим жезлом и трижды вдарил об землю его толстым концом. — Итак, будет ли теперь кто-то там возражать против того, что Эйла ждала членом племени Мамутой? — А! И дочерью львиного стойбища! — просил он. — А согласится ли она научить нас этому магическому способу? — сразу же возразил Фребек. — Она не только согласна открыть нам этот секрет, но и обещала подарить по огненному камню каждому очагу львиного стойбища. — Ответил Талут. — А? Аргументы и фахты. А где ваши аргументы? — Ну ладно, тогда у меня нет возражений, — сказал Фребек. — За камнюку купелы. — Разобрав дорожные сумки и мешки, Эйла и Джандалар сложили вместе имевшиеся у них куски железного колчедана и выбрали из них шесть самых лучших для подарка. Прошлым вечером Эйла разожгла огонь в каждом очаге, показав всем, как это делается. Но она слишком устала. Да и время уже было позднее, поэтому решил отложить все остальное до утра. Шесть светло-желтых камней, отливающих металлическим блеском, лежали на меховом покрывале маленькой неприметной кучкой. И однако вопрос о приеме Эйлы в племя Мамутои благополучно разрешился. Именно благодаря этим камешкам и разрешился. Глядя на них, никто бы не догадался, какой магической силой обладают эти обломки. На первый взгляд. Взяв в руку горстку огненных камней, Эйла задумчиво посмотрела на Джандалар. «Только один человек возражал против моего приема. Почему же почти все остальные готовы были согласиться с его мнением?» Спросила вдруг она. «Ну, не знаю», — ответил Джандалар. «Вероятно, это объясняется тем, что на таких стоянках люди очень тесно связаны друг с другом. И если один человек неприязненно относится к другому, то в результате может возникнуть опасная ситуация. Особенно в зимний сезон, когда морозы практически не позволяют людям покидать жилище. Разногласия могут привести к ссоре и разделить людей на два лагеря. Дело может дойти даже до драки и члена вредительства. А бывает, что вражда становится настолько сильной, что люди начинают даже мстить друг другу. Порой стоянка даже распадается на два враждующих лагеря, и никак не примирить их. И люди решают разойтись, чтобы избежать дальнейших конфликтов. А бывает, что зачинщику ссоры предлагают покинуть стоянку, откупившись от него ценными подарками. И, нахмурив лоб и закрыв на мгновение глаза, Джандалар болезненно поморщился, словно вспомнил о чем-то. И Яйла с удивлением подумала о том, что могло вызвать у него такие тяжкие воспоминания. Что могло? «Но ведь Фребек и Крози постоянно ссорятся, и остальные им это не нравится», — заявила она. Стойбища знали об этом. Ну, или, по крайней мере, догадывались, когда принимали эту семью. Хм, семейку. Тут уж винить некого, поскольку у каждого была возможность выступить против их приема. Ведь так? Но если уж ты выразил уже свое согласие, то, значит, ты рассчитывал, что сможешь выдержать все их перепалки хотя бы в течение зимнего сезона. А если со временем назреть необходимость изменить ситуацию, то это легко сделать весной или летом. Яйла кивнула в ответ. У нее еще оставались сомнения в том, хотел ли Джандалар, чтобы она стала членом племени Мамутой. И все же именно ему пришло в голову показать силу этих огненных камней. И в итоге его идея сработала. Эйла и Джандалар пошли к львиному очагу, чтобы отдать камушки. Талут и Тулли увлеченно разговаривали. А Нези и Мамут порой тоже вставляли свое слово. Хотя они больше слушали, чем говорили. — Вот огненные камни, которые я обещала, — сказала Эйла, когда они заметили ее приближение. — Вы можете раздать их людям прямо сейчас. — О, нет, — сказала Тулли. — Сейчас не время. — Сохрани их до дня ритуала. — Мы вот как раз и говорили об этом. Огненные камни будут частью твоих даров. Мы должны установить их ценность и выяснить, что еще может понадобиться для твоего вклада. Конечно, они будут очень ценными не только для нас, но и для будущей торговли или обмена. И, кроме того, благодаря им ты получишь более высокий статус. — О каких дарах ты говоришь? — спросила Эйла. — У нас есть такой обычай, — пояснил Мамут. — Принимая людей в члены нашего племени, мы обмениваемся с ними дарами. Человек, которым мы принимаем, получает подарки от каждого из нас. А принимающий очаг распределяет дары между всеми остальными очагами. Эти взаимные подарки могут быть достаточно скромными, чисто символическими, или, напротив, даже очень ценными. Все зависит от обстоятельств. — Я думаю, вогненные камни имеют большую ценность. Большую. И каждый очаг с благодарностью примет такой подарок. — Заметил Талут. — Не спеши, Талут, — сказала Тули. — Я согласилась бы с тобой, если бы Эйла уже принадлежала к племени Мамутои и обладала определенным статусом. Но в данном случае нам необходимо установить величину ее брачного выкупа. Наше стойбище только выиграет, если мы сможем назначить для нее высокую цену. И поскольку Джандалар не согласен стать членом нашего племени, ну, по крайней мере, пока. И Тули даже улыбнулась сейчас Джандалару, показывая, что она не питает к нему никакой враждебности. Более того, ее улыбку можно было назвать почти игривой и далеко не скромной. — Это была улыбка женщины, убежденной в том, что она желанна и привлекательна для любого мужчины. — То я буду рада предложить некоторые подарки и для будущего распределения. — Но какие подарки ты имеешь в виду? — спросила Эйла. — О, это могут быть самые разные вещи, самые разные изделия, — сказала Тули. Например, хороший мех или одежда, верхняя или нижняя, макосины или выделанная кожа для обуви. Кстати, Диги знает отличный способ покраски кожи. Кроме того, можно дарить янтарь и ракушки, костяные бусины для ожерелий или украшения одежды. Достаточно ценным считаются клыки волков и других хищников или разные фигурки. Кремень, соль. Можно подарить даже что-то съестное, особенно если оно может долго храниться. А также искусно сработанные изделия, например, циновки, корзины, ремни или ножи. В общем, я считаю, что чем больше подарков, тем оно и лучше. Их можно будет показать на летнем сходе, и тогда все поймут, что у тебя много ценных вещей для подтверждения своего статуса. И, в сущности, не имеет значения, что большинство этих вещей будет подарено Талуту и Неззи для тебя. — Тебе, Талуту и Неззи, не придется давать мне подарки. — У меня есть много разных вещей, — сказала Эйва. — Да, конечно, у тебя есть огненные камни, и они исключительно ценные, но на первый взгляд в них нет ничего особенного. — Позже только люди поймут их ценность. Но главное — произвести первое впечатление. — Тули права, — сказала Неззи. Обычно молодая женщина с детских лет подкапливает богатые и красивые вещи, предназначенные для подарков во время брачного ритуала или ритуала удочерения. — А часто Мамутои принимают к себе новых людей? — спросил друг Джандалар. — Нет, мы редко принимаем чужеземцев, — ответила Неззи. — Чаще бывает, что одна стоянка Мамутои удочеряет или усыновляет человека с другой стоянки. Каждая стоянка должна иметь двух вождей — сестру и брата. Но не каждому мужчине выпадает счастье иметь такую сестру, как Тули. Например, если у человека нет брата или сестры, или если и молодой мужчина, и молодая женщина хотят основать новую стоянку, то они могут стать братом и сестрой именно благодаря такому ритуалу. — Да ты не волнуйся так, Эйла. У меня есть много вещей, которые ты сможешь представить в качестве подарков. И даже Летти с радостью поделится с тобой своими запасами. — Но у меня в пещере есть большой запас хороших вещей, Неззи. Мне только надо привезти их сюда, из долины, — сказала Эйла. — Я жила там довольно долго и накопила много красивых изделий. — Хм. — Совсем не обязательно сейчас ехать за ними, — сказала Тули, подумав про себя, что все вещи Эйлы, скорее всего, кажутся грубыми и примитивными, учитывая то, что она жила среди этих плоскоголовых. — Не могла же Тули открыто сказать этой молодой женщине, что ее подарки, вероятно, будут, мягко говоря, неподходящими. Это было бы по меньшей мере невежливо. — Но я хочу все привезти, — настаивала Эйла. — Мне нужно забрать из моей пещеры все ценные вещи. Запасы целебных трав там, пища и корм для лошадей. И она повернулась к Жандалару. — Я хочу съездить в пещеру. — Что ж, наверное, мы сможем обернуться до холодов. Если быстро мы соберемся, и в пути нас ничто не задержит, то все будет в порядке. Правда, погода еще не наладилась. — Как правило, после первого похолодания на некоторое время устанавливается чудесная погода, — сразу же заметил Талут. — Чудесная. — Ну, хотя, конечно, оно непредсказуемо. — В любой момент может начаться настоящая зима. И что ты будешь делать, а? — Ладно. В общем, как только поутихнет северный ветер, мы попробуем добраться до твоей долины, — сказал Жандалар. И был вознагражден за эти слова одной из самых неотразимых улыбок Эйлы. Жандалару и самому хотелось совершить это небольшое путешествие. Огненные камни произвели должное впечатление, а скалистый берег в долине Эйлы был просто усыпан весь ими. О, как сверкает. — Когда-нибудь, — надеялся Жандалар, — он все-таки доберется до соплеменников и поделится с ними всеми находками и открытиями, в том числе и этими огненными камнями. И копьеметалкой тоже. А Даланару обязательно расскажет о том, как Вимис прокаливает кремень перед обработкой. Хм. Когда-нибудь. — Возвращайтесь скорей! — крикнула Нези, помахав на прощание рукой. Эйлы и Жандалар помахали ей в ответ. Вдвоем, устроившись на спине Винни, они в последний раз оглянулись на земляные холмы жилища. Жандалар держал длинный поводок удальца, который топтался чуть в стороне. Обитатели Львиново стоящего стойбища вышли из дома, чтобы проводить гостей в это путешествие. Конечно, Эйла всей душой стремилась попасть в свою долину, которая в течение трех лет была ее домом. Однако все эти люди уже стали для нее тоже почти родными. И сейчас, расставаясь с ними, она почувствовала щемящую боль разлуки. Редак и Руги стояли, прижавшись к матери, и тоже помахивали руками на прощание. Эйла невольно отметила, как мало сходства между этими детьми. Девочка была маленькой копией Неззи, а мальчик явно походил на детей клана. Но, несмотря на это, оба ребенка выросли вместе, как брат и сестра. И вдруг перед внутренним взором Эйлы возникла другая картинка. И она с тоской осознала, что ее Дарк тоже воспитывается вместе с Гревом, родным сыном Одды. И они вырастут, как молочные братья. Грев был полноправным членом клана, а Дарк — всего лишь полукровкой. И уже в детстве сильно отличался от своего брата. Слегка сжав ногами бока Винни, Эйла подалась вперед. Она сделала это чисто машинально, почти даже не думая о том, что эти действия побуждают кобылу тронуться в путь. Винни послушно повернулась и начала подниматься по склону. Это путешествие было совсем не похоже на то неспешное разведывательное странствие, которое они совершали совсем недавно, покинув долину Эйлы. Сейчас они целенаправленно шли обратно по проторенному пути, не сворачивая в сторону, чтобы обследовать местность или поохотиться. Они шли целый день, не останавливаясь, даже чтобы отдохнуть или разделить дары радости. Во время своего разведывательного путешествия, зная, что им придется возвращаться, они запомнили много дорожных примет. Скалистые террасы, возвышенности и речные долины. Однако новый сезон уже все-таки успел внести перемены в окрестный пейзаж. Во-первых, явные изменения произошли в растительном мире. Уютные, защищенные от ветра долины, в которых так приятно было останавливаться на отдых, стали почти неузнаваемыми в своем новом обличии. И это немного обеспокоило Эйлу и Джандалара. Северные березы и ивы скинули все листья, и их оголенные, дрожащие на ветру тощие ветки казались высохшими и безжизненными, чтобы вообще не заблудиться здесь, в этих условиях. Хвойные деревья, сосны, лиственницы и пинии, напротив, выглядели на редкость свежими и бодрыми. Они словно гордились своими пушистыми и гольчатыми нарядами. Даже их искривленные карликовые собратья, в одиночку противостоящие степным ветрам, значительно выигрывали при сравнении с оголенными лиственными деревьями. Но наиболее впечатляющими в этой суровой окололедниковой зоне были изменения земной поверхности, вызванные вечной мерзлотой. Вечная мерзлота, или постоянный мерзлотный слой, который уходил от поверхности в толщу земли и не оттаивал даже летом, на то он и вечный, образовалась в этих краях, расположенных гораздо южнее полярных областей, в давние далекие времена. Предание старины глубокой. Глубина этого замороженного слоя, захватившего огромные территории, могла достигать в некоторых местах нескольких миль. Сложное взаимодействие климата, рельефа и процессов, происходивших на поверхности и в недрах земли, привело к формированию этой постоянной мерзлотной зоны. Определенную роль играли также солнечный свет и тепло, а также стоячая вода, растительность, плотность почвы, ветер и снег. Среднегодовые температуры были всего лишь на несколько градусов ниже тех, что установится много позже, после окончания этой ледниковой эпохи. Однако такой разницы было предостаточно для того, чтобы огромные ледники захватили обширные территории и для того, чтобы в этих южных землях образовались зоны вечной мерзлоты. Зимы были долгими и холодными. Случайные циклоны приносили обильные снегопады и сильные метели. Но общее количество осадков в этот сезон было относительно небольшим, поэтому часто стояли ясные солнечные дни. Летние сезоны были короткими, и только лишь несколько действительно жарких дней порой заставляли забыть о близости обширных ледников здесь. Но в основном летом преобладала облачная и прохладная погода с редкими моросящими дождями. Районы вечной мерзлоты также изменяли свой облик в течение года. Хотя определенный нижний слой почвы всегда оставался промерзшим. Всегда. В середине зимы, когда вся земля покрывала слоем снега и льда, этот край казался застывшим, навеки вечные, суровым и неплодородным. Но это было обманчивое впечатление. С наступлением теплого сезона верхний слой таял. В отдельных местах, где была особенно твердая или скалистая порода, или в темных ущельях, куда почти не проникал свет солнца, земля оттаивала всего на несколько дюймов. Всего. Но прогретые песчаные склоны, хорошо пропускающие солнечные лучи, оттаивали на глубину нескольких футов. Конечно, этот плодородный слой также производил обманчивое впечатление, поскольку под ним по-прежнему правила суровая и холодная зима. Никуда не денешься. Там в глубине властвовала непроницаемая толща льда. И благодаря летнему потеплению и силе тяжести эти насыщенные влагой почвы вместе со скалами и деревьями сползали, скользили и стекали по поверхности этого мощного ледяного щита, закрывающего земные недра. На прогретых солнцем склонах порой возникали оползни и осыпи. А там, где летнее таяние не находило выхода, появлялись топи, болота и озера. Вот они, монетки. Когда теплый сезон заканчивался, то верхний слой земли опять замерзал. Но ее холодное ледяное спокойствие скрывало беспокойную, метущуюся сущность. Сильнейшие давления и сжатия вызывали подъем, деформацию и дробление земной поверхности. Замерзшая земля трескалась и раскалывалась, а затем заполнялась льдом, который, препятствуя сжатию, вбивал свои ледяные клинья. Под давлением впадины заполнялись землей, и плодородный ил поднимался и вспучивался в грязевых водоворотах и ледяных пузырях. Когда эта замерзшая вода расширялась, то на болотистых низинах вдруг вырастали горы и холмы и листово льда, так называемые пингос. И высота их достигала порой двухсот футов, этих пингосов, а диаметр основания мог быть значительно больше. Следуя обратно по пройденному маршруту, Эйла и Джандалар обнаружили, что рельеф местности ужасно изменился, и они порой не находили своих дорожных ориентиров даже. Исчезли какие-то речки, через которые они только недавно переправлялись. Их верховье сковал лед, а русло ниже по течению, оно там совсем высохло. Среди топий и низин появились ледяные холмы, которых раньше вообще не было здесь. В тех местах, где глубинные слои почвы оказались менее плотными, возвышались скалы. Стайки деревьев росли на таликах, островках незамерзшей земли, окруженных вечной мерзлотою. Талики. Иногда это так напоминало небольшую долину, что Эйла и Джандалар долго не могли понять, почему они не заметили этой долины раньше, когда проходили здесь первый раз. Джандалар не особенно хорошо знал здешние места, и несколько раз их выручала отличнейшая память Эйлы. Если же и она подводила, то Эйла полагалась уже на чутье Винни, позволяя лошади самой выбирать дорогу. Винни уже не раз случалось безошибочно вывозить заплутавшую Эйлу к дому. Путь был неблизким, и путешественники иногда шли своим ходом, давая кобыле отдохнуть, а иногда ехали на ней вдвоем или поодиночке, меняясь время от времени. Наконец, они решили, что пора сделать остановку на ночь. Ну, наконец-то. Быстро разбив небольшую стоянку, они развели костер и, поставив палатку, постелили на землю меховые шкуры. Затем они приготовили из дробленного подсушенного зерна горячую кашу. И Эйла заварила душистый напиток из трав. А компот? Утром они выпили только немного горячего чая. Какой там компот? Чая, чтобы разогреться. И, быстро собравшись, отправились дальше. А уже в дороге подкрепились строганиной из вяленого мяса и маленькими лепешками, сделанными из смесей сушеных ягод и жира. Охота не входила в их планы. И Эйла только один раз воспользовалась своей пращей, чтобы подстрелить зайца, которого они случайно спугнули, проезжая по степи. Нези собрала им в дорогу изрядный запас еды. Однако, останавливаясь на отдых, они иногда собирали шишки пений и бросали их в костер. А когда шишки с треском раскалывались, путники с удовольствием съедали эти маслянистые и питательные семена. А теперь объясните мне, шо это за шишки пений? Пиня! Ты кто? Местность, по которой они ехали, постепенно изменилась. Появились скалистые каньоны и ущелья с обрывистыми крутыми склонами. Эйла с нарастающим волнением вглядывалась в окрестный пейзаж, который очень напоминал места, располагавшиеся к юго-западу от ее долины. И, наконец, сердце Эйлы отчаянно забилось при виде крутого склона, который она сразу узнала по особенной окраске пластов, залегающих горных пород. «Джандалар, смотри! Ты узнаешь это место?» воскликнула она, махнув рукой в сторону обрыва. «Мы почти приехали!» Даже Винни, похоже, разволновалась и по собственной инициативе она увеличила свой шаг. Теперь Эйла отыскала еще один приметный знак – скалу, форма которой напоминала лежащую на земле львицу. Заметив эту скалу, путники повернули на север и доехали до крутого обрывистого склона, покрытого галичником и крупными обломками скальной породы. По каменистому дну этого ущелья с запада на восток журча бежала неглубокая речка. Ее воды с шумом и брызгами разбивались об скалы, ярко поблескивая на солнце. Седоки спешились и осторожно спустились вниз. Лошади направились вброд через реку, затем остановились посредине, чтобы напиться чистой речной воды. Эйла нашла место своей обычной переправы. Это был ряд выступающих из воды камней, которые располагались так удобно, что перепрыгивая с одного на другой, можно было достичь противоположного берега. Вот он, и мосток. Это я с городов. Когда все они успешно переправились, Эйла тоже зачерпнула рукой воду и утолила жажду. И вода, и все условия. Какая же здесь чудесная вода! Вкусная! Ты только посмотри, какая она чистая здесь! Воскликнула Эйла. На дне совсем нет ила, поэтому она такая прозрачная. Ой, Джандалар, взгляни, а кто это там? По-моему, лошади. Джандалар, понимающий, улыбнулся, слушая ее восторженные восклицания. Он и сам немного разволновался при виде этой хорошо знакомой продолговатой долины, в которой находилась пещера Эйлы. Это место было отлично защищено от сильных зимних ветров. И даже сейчас, осенью, было очевидно, насколько богатая здешняя растительность. Крутой берег, с которого они только что спустились, резко поднимался вверх, переходя в отвесные скалистые стены, что тянулись вдоль располагавшейся слева долины. Широкая полоса кустарника и деревьев окамляла противоположный берег потока, резво бегущего по каменному руслу. Затем эта полоса сужалась, уступая место поблескивающему под послеполуденным солнцем золотистому лугу, по которому ветерок гнал легкие волны. Это ровное поле высокой травы полого поднималось к раскинувшейся справа степи. Однако к концу долины береговые откосы становились круче и круче, а за полем выселись скалистые стены узкого ущелья. На лугу паслось несколько степных лошадей, которые сразу же подняли свои головы и настороженно поглядывали в сторону проходивших мимо путников. «Кто это?» Один из жеребцов заржал и Винни, вскинув голову, ответил он на его приветствие. Маленький табун внимательно следил за приближением этой странной группы, и как только дикие лошади почувствовали человеческий запах, то все точно по команде развернулись кругом и стремительным галопом понеслись в степь, помахивая своими хвостами и оглашая окрестности тревожным ржанием и глухим перестуком копыт. «Все! Алярма!» Два человека, сидевшие на спине лошади, остановились и посмотрели им след, так же, как и жеребенок, которого вели в поводу. Удалец, изогнув шею и насторожно подняв уши, рванулся было за стадом. Но поскольку веревка не позволяла ему убежать далеко, то он вскоре остановился и, раздувая свои ноздри, тянул шею вслед ускакавшим собратьям. Продолжая идти вдоль реки, Винни окликнула удальцам мягким ржанием, и он послушно последовал за ней к мамульке. Быстро продвигаясь вверх по течению к сужающемуся концу ущелья, путешественники уже видели справа крутой поворот. Вот он, вот он, поворот. Куда он нас несет? Где бурливая речка ударилась о выступающую скалу и каменистый берег. Вот он, поворот. За этим выступом выселась большая куча, состоявшая, помимо камней и плывуна, в основном из разнообразных костей, рогов и бивней. Часть костей могла попасть сюда из окрестных степей, а другая часть останков принадлежала животным, которые были захвачены случавшимися после обильных дождей внезапными наводнениями. Стремительный поток быстро сносил трупы вниз по течению и выбрасывал именно на эту излучину. Эйла больше не могла терпеть, и она соскользнула со спины Винни и, пробежав мимо этой костяной кучи, устремилась вверх по крутой узкой тропе, проходившей по каменистому выступу, который вел прямо ко входу в ее пещеру, что находилось в верхней части этого изломанного скалистого склона. Она едва не вбежала внутрь, но вовремя остановилась. Три года прожитые в одиночестве в этой маленькой пещере приучили ее к осторожности. Она выжила только благодаря тому, что ни на минуту не забывала об опасностях, которые могли подстерегать ее в этом суровом мире. Пещеры зачастую служили убежищем не только людям, осторожно продвигаясь вдоль скалы, она развязала ремень пращи, поддерживавший ее волосы, потом наклонилась и взяла в руку несколько камней. Эйла напряженно всматривалась в эту темноту пещеры. Она ничего не увидела, но она почувствовала этот слабый запах древесного угля, исходивший от очага, которым явно давно не пользовались, а также более свежий мускусный запах росомахи. Но, похоже, это животное тоже давно покинуло пещеру. и только после этого Эйла шагнула внутрь, и когда глаза ее немного попривыкли к темноте, только тогда она огляделась вокруг. Она безуспешно пыталась держать слезы, которые так и обжигали ее глаза, и тихо скатывались по щекам. Это была ее пещера. Наконец-то она вернулась в свой дом. Все здесь было таким родным, таким знакомым. Однако теперь это пристанище, где она так долго прожила, выглядело необитаемым и вовсе заброшенным, никому не нужным. Свет, проникавший сквозь отверстие над входом, показал Эйли, что обоняние не обмануло ее. Окинув взглядом небольшое помещение, она печально вздохнула. Казалось, в пещере произошло настоящее побоище. Все было перевернуто здесь вверх дном. Все. Вероятно, здесь побывало несколько животных. Эйла пока не могла оценить, какой ущерб они нанесли ее запасом. Затем у входа появился Джандалар. Он вошел внутрь, ведя за собой винни и удальца. Кобыла выросла в этой пещере, а для удальца, который здесь родился, это место было единственным домом, до тех пор, пока они не заехали погостить в львиное стойбище. Ну да, похоже, у нас побывали непрошенные гости, сказал он, приглядевшись к значительным разрушениям. Ну и бардак. Кто-то попировал здесь на славу, да? Эйла только тяжело вздохнула и смахнула слезы. Пожалуй, надо развести костер и зажечь факел, чтобы мы могли оценить наши потери. Хотя нет, сначала я разгружу винни, ей пора отдохнуть и подкрепиться. Ты считаешь, что мы можем позволить им свободно пасти здесь? Мне показалось, что удалец готов был удрать от нас вместе с тем табуном. Помнишь? Может, лучше привязать все-таки их? С явным беспокойством предложил Джандалар. Винни всегда свободно гулял здесь по окрестностям, сказала Эйла, испытывая легкое смущение. Я никогда не привязывала ее, и я не могу привязывать ее. Она мой друг и живет со мной только потому, что ей самой этого хочется. Знаешь, однажды она даже уходила жить в табун, когда ей приглянулся гнидой жеребец. И тогда я очень скучала без нее. Хорошо еще, что тогда со мной оставался в Эпхе. Но потом она вернулась. Она вернулась ко мне. Винни будет жить со мной сколько захочет, и удалец останется при ней, по крайней мере, пока не вырастет. Вэпхе ушел от меня, и удалец тоже со временем может уйти. Дети также покидают материнский очаг, когда вырастают. Ведь так? Хотя трудно сравнивать поведение лошадей и львов, но мне кажется, что если мы с удальцом подружимся, то он останется с нами, как Винни. И Джандалар кивнул. Ладно, тебе видней. Ты знаешь их куда лучше, чем я. В конце концов, Эйла была единственным знатоком в этом деле. И кому, как не ей решать, как лучше поступать с лошадьми. Тогда, пока ты разгружаешь лошадей здесь, я костерок разожгу, а? Даже не осознавая, насколько он успел привыкнуть к этой пещере за то короткое лето, что они прожили здесь с Элой, Джандалар машинально направился к тому месту, где обычно хранились запасы дров и хвороста для растопки. Мысли его были заняты другими вопросами. Он размышлял, как бы ему подружиться сейчас с удальцом. Для него до сих пор оставалась загадкой, как Эйла общается с Винни, и почему кобыла послушно возит ее везде, и никуда не убегает от нее, несмотря на предоставленную ей полнейшую свободу. Как так-то? Возможно, ему не удастся добиться таких же результатов? Возможно. Но попытаться это все-таки определенно стоит. Однако, пока все-таки лучше привязывать удальца, по крайней мере, во время путешествий, где им могут встретиться другие лошади, хотя бы так. А то как мы потом уедем? Обследование пещеры и ее содержимого дало свои результаты. Росомаха и гиена. Эйла не знала точно, кто именно, поскольку эти хищники побывали в пещере в разное время, и их следы перепутались. Добрались все-таки они до одного из тайников с вяленым мясом и опустошили его. Конечно. Гиена и росомаха. Хи-хи. Одна корзина с собранным для винни и удальца зерном, который они оставили прямо на виду, была изрядно вся потрепана и прорвана в нескольких местах. Судя по следам, множество маленьких грызунов, полевок, пищух, сусликов, тушканчиков и хомяков, оно тут попировало на славу, поскольку в корзине не осталось ни единого тебе зернышка, одни кокешки. Рядом под стажком сена Эйла и Джандалар обнаружили мышиные гнезда, набидые награбленным добром. Но большая часть корзин с зерном, корнеплодом и сушеным фруктами была спрятана в ямке, выкопанной в земляном полу пещеры или завалена камнями и пострадала значительно меньше. Как? Предусмотрительно. Эйла порадовалась, что они догадались сложить мягкую кожу и меха, которые она заготовила за все эти годы, сложить в плотную корзину и спрятать ее под каменной пирамидой. Помните? Холодильник. Такая большая груда камней оказалась не по зубам диким расхитителем домашнего скарба. Расхитительниц и гробниц. Однако неубранная в спешке одежда, что Элла сшила для себя и Джандалара, была вся в клочья разодрана. Другая каменная пирамида стала объектом более упорных атак. Под ней, наряду с прочими вещами, находился жесткий короб из сыромятной кожи, в котором, словно маленькие колбаски, лежали оленьи кишки, наполненные перетопленным жиром. В итоге, пустив в дело когти и зубы, хищники продрали один угол этого короба и даже прокусили одну из колбасок. Но в целом пирамида выстояла. Вдобавок к урону, нанесенному запасом пищи, животные тщательно обследовали всю пещеру и опрокинули полки с искусно сделанными сосудами и чашами из полированного дерева. Все опрокинули. Разбросали все многочисленные корзины и красиво сплетенные циновки. Да еще и нагадили в нескольких местах. В общем, они все попортили, все, что смогли найти. Все пометили. Хотя результат ущерба оказался значительно меньше, чем показалось на первый взгляд. И, к счастью, незваные гости практически не притронулись к зеленой аптеке Эйлы, в которой хранилось большое количество лекарственных трав и снадобий. К вечеру Эйла почувствовала себя гораздо лучше. За день они успели навести полный порядок в пещере и поняли, что потери совсем невелики. Затем приготовили на скорую руку какую-то еду и, подкрепившись, обследовали окрестности, чтобы выяснить, какие изменения произошли в долине за время их отсутствия. Огонь в очаге весело потрескивал. В небольшом углублении, где обычно спала Эйла, на чистом сене лежали меховые шкуры, а Винни и удалец уютно устроились на своих привычных местах с другой стороны от входа. Наконец-то Эйла действительно почувствовала, что она дома. Даже не верится, что мы вернулись сюда, сказала она, сидя на циновке возле очага рядом с жандаларом. Мне кажется, я не была, я не была здесь целую вечность. А в сущности мы отсутствовали совсем недолго. Ну да, совсем недолго. За это время я так много узнала. Может, поэтому мне и показалось, что прошла целая жизнь. Хорошо, что ты, Джандалар, убедил меня отправиться в этот поход. Хорошо. И я рада, что мы встретили Талута и Мамутои. Ты даже не представляешь, как я боялась, как же я боялась встречи с этими другими. я понимал, что это стревожит тебя. Но я был убежден, что когда ты получше узнаешь людей, то ты обязательно полюбишь их. Да и в жизни оно всегда так случается. Чем больше переживаешь, тем оно и лучше. Обычно бывает. Самая лучшая встреча в жизни. Да, но это было не просто знакомство с новыми людьми. Это была встреча с другими. Так их называли в клане. И хотя мне всю жизнь твердили, что я тоже из племени других, но я сама все-таки считала себя членом клана. когда меня прокляли и я осознала, что не смогу вернуться в клан, мне было страшно даже подумать о встрече с какими-то племенами других. После того, как мы с Винни подружились, мне стало еще страшнее. Я не знала, что делать, и я боялась, что другие не позволят мне жить вместе с лошадью. Я боялась, что они убьют ее и съедят ее. Как же я боялась, что они не позволят мне охотиться. Мне не хотелось жить с людьми, которые стали бы запрещать мне ходить на охоту. А тут я сама себе. А также я думала, что они будут заставлять меня делать то, чего мне совсем не хочется, сказала Эйва. Воспоминания о собственных страхах и тревогах неожиданно привели Эйлу в состояние странного нервного возбуждения. Она вскочила и направилась к выходу из пещеры, затем отбросила в сторону тяжелый защитный занавес и, выйдя на широкий каменистый карниз, поднялась по нему к вершине этой высокой скалистой стены. Стояла уже холодная ночь, темная, звезды, пронзительно ярко блестевшие в бездонной черноте неба, казались такими же ледяными, как и этот обжигающий ветер. Слегка съежившись, она обхватила себя за плечи и, растирая их ладонями, она все-таки дошла до конца этого выступа. Эйла уже начала дрожать крупной дрожью, когда почувствовала, что мягкий теплый мех вдруг опустился ей на плечи. Повернув голову, она увидела Джандалара. Он обнял ее, и она тесно прижалась спиной к его теплой груди. Джандалар, наклонив голову, поцеловал Эйлу и сказал, здесь такой холод, давай вернемся к нашему теплому очагу. И Эйла позволила ему увести себя. Но, войдя в пещеру, задержалась у входа, завешанного тяжелой шкурой, которая защищала ее от холодных ветров со времен первой зимы, проведенной в этом каменном убежище. Когда-то, когда-то эта шкура была моей палаткой, хотя нет, это была палатка Крэба. Поправила она саму себя. Я рад, что помнишь хоть. Да, только он никогда не пользовался ею. А я стала пользоваться, когда мужчины включили меня в число женщин, сопровождавших их во время охотничьих вылзок. Они охотились, а мы разделывали туши и оттаскивали их в пещеру. Но я не считала, что это моя личная палатка. Она всегда принадлежала именно Крэбу. И уходя из клана, я взял ее с собой, подумав, что Крэб не стал бы возражать против этого. Да что ты? Я не могла спросить у него разрешения. Никак. К тому времени он уже умер. Но если бы даже был жив, то не смог бы поговорить со мной. Ведь меня прокляли. И слезы потекли по ее щекам. О, ты, ручеечки! Но она словно не замечала этого. Я была мертва. Только Дарк еще воспринимал меня как живое существо. Он был слишком мал и не понимал, что ему запрещается даже видеть меня. О, Джандалар, как же мне не хотелось оставлять его там. Схлипывая, сказала Эва. Но я не могла и не могла взять его с собой. Ведь я действительно легко могла умереть. Кто знал, что могло случиться тогда со мной? Кто знал, что я вообще найду эту пещеру? И Джандалар растерялся. Он не знал, что сказать ей. Как лучше утешить ее? И он обнял Эйлу и просто дал ей выплакаться. Отпусти все это. Выпусти. Мне так хочется вновь увидеть его. Каждый раз, глядя на Редага, я вспоминаю Дарка. Если бы он мог быть сейчас со мной, возможно, тогда нас обоих приняли бы в племя Мамутои. А ты постарайся не думать сейчас об этом, Эйла. Ты очень устала. Давай-ка ложимся спать, сказал Джандалар, подводя ее к меховому ложу, но на душе у него тоже было неспокойно. Ему не хотелось поддерживать разговор на эту тему. Слишком уж нереальны были ее желания. И Эйла послушно подошла к лежанке. Не говоря ни слова, Джандалар помог ей раздеться и уложил ее в постель. Закрыл ее меховым покрывалом. Подбросив дров в костер, он сгреб угли в кучку, чтобы они подольше держали тепло. А затем и сам быстро разделся и лег рядом с Эйлой. Обнив ее, он нежно едва касаясь поцеловал ее губы. Легкое дразнящее прикосновение вызвало желаемую реакцию. О, камазь утра пошла! И он почувствовал, как ее тело действительно откликнулось на его ласку. Да спей ты уже! Такими легкими щекочущими поцелуями он начал покрывать все ее лицо. Соленые от слез щелки, закрытые глаза и вновь вернулся к мягким полным губам. Приподняв ее подбородок, Цендалар продолжал ласкать губами ее шею. Эйла старалась лежать спокойно. Его легкие щекочущие поцелуи привели к тому, что по всему ее телу прокатилась целая горячая волна желания, которая тотчас смыла печальное настроение. Все! Кончики его пальцев, пробежав по изгибу ее плеча, спустились вниз по руке. Затем медленно и мягко его ладони вдруг начали подниматься вверх, касаясь внутренней стороны ее рук. Эйла судорожно вздохнула, почувствовав трепетную дрожь, которая наполнила каждую клеточку ее тела. И тут, не выдержав, он склонился и припал губами к этому розовому бутону и начал посасывать его, тянуть и покусывать его сладостную плоть. И Эйла невольно прогнулась ему навстречу. Его руки поглаживали ее бедра, и она с радостью раскрылась ему навстречу. Но ему захотелось продлить это томительное сладостное ожидание, и он поборол сильное искушение мгновенно слиться с ней воедино. слегка губами слить Пропустим мы эту Камасутру. Голосуйте. Как раз так получилось, что можно ее пропустить. Я могу ее чуть-чуть так трык-пык-пык и перепрыгнуть. Ну, она уже неуместна. Ну, согласен. Уже как-то чересчур. Первое впечатление как-то еще, ну, более, ну, жизнь такая, что мы без этого никак. А тут что-то, ну, постоянно это. Ну, оно тут как-то, да. Согласны в эти, нет. Голосуй, не голосуй. Все равно получишь бой. Вот так. А на сегодня пишите комментарии. И увидимся, услышимся завтра в нашей избушке. В-19, ого, по Киеву. Вот так вот. Увидимся, услышимся уже завтра. Не забывайте делиться. И все. Чтоб не материться. А на сегодня все. Споки-ноки, чпоки. Покедова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok